Всем привет! Я продолжаю с вами изучать прекрасный 3D пакет Blender на канале Blender Rules. Меня по-прежнему зовут Евгений Романенко и я предлагаю вам новый урок. В этом уроке мы создадим с вами карту нормалей, ну и там же примерно аналогичным образом будет создаваться карта Ambient Occlusion, да, АО, или карта свечения, скажем так. Освещение, свечение, ну по-разному говорят. Ну что, поехали! Вот у меня есть модель Low Poly, да, низкополигональная модель и есть High Poly. Ну, High Poly не идеал, но нам сейчас это не важно. Вот у нас две модели. Вот я даже немножечко уменьшил полигонаж здесь, такая, скажем так, черновая High Poly. Вот. Смотрите, если вы будете делать в Blender, там в ZBrush или будете в Blender делать, ну если вы будете делать в ZBrush High Poly, то, конечно, вам нет смысла вообще изучать этот урок. И вот если вы будете делать в Blender, скульптить, да, делать в High Poly, то когда вы примените модификатор, который называется Multi Resolution, вот он он, да, и будете нажимать Subdivide, Subdivide, еще раз Subdivide, вот на кнопочку сюда, при этом увеличивая количество полигонов, да, и делая модель более сглаженную. Ну вот, например, один раз нажали, вот, видите, стало больше полигончиков, но я не буду ничего делать, я удалю его, то есть, с этим модификатором тоже работает запекание нормалий. Именно с ним, кстати, и работает, запомните, вот этот Multi Resolution, вот, вот, только с ним и работает. То есть, когда вы, ой, 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 ну давай, вот так, вот, когда вы просто моделируете, да, там, вы еще точно не определились, там, какие-нибудь, там, может быть, уши у вас длиннее будут, хвост короче и так далее, то вы можете работать в модификаторе Subdivision Surface, вот, в нем удобнее работать. Вот, ну а когда уже будете переходить к скульптингу, то есть, топология аналогична, применяя Multi Resolution и нажимая Subdivide, происходит то же самое, по той же системе, он, по той же технологии, он увеличивает количество полигонов и сглаживает так же, как и Subdivision Surface. Вот, ну попробуйте сами уже потом отдельно, я не буду сейчас заострять больше внимания на этом ваше. И вот у нас две модели, да. Ну, естественно, у низкополигональной модели у вас уже готова, давайте это я удалю, это не надо, вот, у вас уже готова раскладка, да, вот они эти швы, вот они видны, по которым пес мой, вот так, швы видны, по которым я делал выкройки. Вот, ну давайте попробуем. Да, что вам нужно еще будет для того, чтобы сделать карту нормали? Вам надо будет создать вот здесь, нажав на плюсик, вот так, создав здесь вот новый имидж, новую картинку. Здесь вы назовете, как вы хотите, там, ну, например, Wolf Normal или просто Normal, да, а здесь ширина, высота и нажимаете OK. Ну, я обычно делаю 4000, 4, да, 0,96, на 4, 0,96, чтобы было очень большое изображение и потом уже, естественно, все меньше всегда можно, да, а потом увеличить вы не сможете растянуть. Вот, ну, у меня уже есть Wolf Normal, здесь 1000, 20, 1024, я для урока будет достаточно. Все, карта эта есть у вас низкополигональная, давайте мы ее перенесем на слой, передний слой, ну, самый верхний, вернее, самый первый слой, вот она. Вот теперь здесь у меня две модели находятся, вот если посмотреть списки вот тут, да, то вот она, High Poly и обычная. Ну, это на Ground, Wolf Ground, то есть наземный у меня он, да, это из Dota персонаж, кто не в курсе. И High Ground, выбираете первую High, приближаете, чтобы можно было видеть какую-то часть низкополигональной, нажимаете Shift, нажимаете еще раз правой кнопочкой на модель. Все, у вас две модели выбраны, вот они, так, чтобы проверить. Теперь идете вот сюда, на фотоаппарат нажимаете, это раздел рендера. Идете, идете в самый низ, ну, почти в самый низ, ну, у кого где, вот, Bake, нажимаете, свиток, раскрываете свиток Bake. Здесь у вас будет, обычно по умолчанию стоит Full Render, это целый рендер, но вы выбираете, вначале мы сделаем Normal, да, так как мы уже вот нажмем Normal, вот у нас уже готовая картинка для того, чтобы Normal потом сохранить. Все, готово. И вот тут, ну, обычно по умолчанию стоит Tangent, вы так и оставляете Tangent. И вот сюда галочку ставите Selected to Active, то есть это означает, что, чтобы ваш Normal, да, ваш рельеф, карта рельефа создавалась по той модели, которая выделена у вас в данный момент, вместе с Low Poly. А это High Poly, вот эта рельефная модель, да, качественная, вот, вот эта вот галочка это означает. В общем-то, все, теперь мы нажимаем, нажимаем Bake. Нажали, ждем, вот получилось, видите, наша карта Нормали. Ну, тут уже, естественно, дело техники, какую сделать развертку, да, насколько качественно сделать ваш этот, ваш, ваш скульптинг, моделинг. Вот эти глаза, там челюсть, эти глаза напротив, да, и так далее. Нажимаем Image, нажимаем здесь Сохранить как копию, да, можно Save as Image сохранить. Ну, вот, Save as Copy, давайте. Wolf Normal, здесь RGB Alpha оставляете. И, ну, это тут, можно не обязательно тут вообще трогать PNG. Да, ну и все. Ну, можно ставить RGB Alpha, можно RGB, если RGB Alpha, то у вас вот этот вот, вся пустота будет прозрачным слоем. Ну, надо, но вам не надо, я не знаю. Если надо, тогда сделайте так. Здесь уже не принципиально. Нажимаем, где она тут. Можно Save as Image, можно Save as Copy. В чем разница? Если вы назовете Save as Image, то вот, картинка сохранится, и сразу же здесь она отобразится вот в таком виде. Видите, если вы будете ее менять, ну, там, порисуйте что-то здесь прямо. Да, вот, возьмите там, например, нет, это не то. Пардон, сейчас. Ну, перейдем сюда, для примеру. А, это надо перейти на Brush. Ну, потом. Ну, вот, вы перейдете на текстуры Paint, да, вот, рисовать по текстуре. Вот. Здесь откроем нашу. Нет, не здесь. Хотел быстро показать. Не то это. Не то это. А, вот, View и вот Paint выбираем. Вот, да, и вот там рисовать будете, что-то тут делать будете, то, учтите, если вы нажмете Ctrl-S просто в сцене, да, файл и Ctrl-S, то, если вы перед этим сохраняли эту картинку, как Save as Image, то все сохранения у вас в файле, там, где у вас файл будет сохранен в папочке, да, вот Normal, все изменится, изменения останутся. Поэтому учтите, лучше вам делать Save as Copy, чтобы не рисковать, потому что потом вы наделаете там изменений. Давайте я опять верну, мне сейчас не надо этот текстуре Paint, да, это будет другой урок. А мы сохраним наш Normal, потому что мы сейчас запекаем Normal. Сохранить как имидж, нет, сохранить как копию, Wolf Normal, PNG, вот сюда в урок, новая папочка специально проекта, у меня Normal.AO, сохраняем. И давайте посмотрим, вот она папка, вот он Wolf Normal, да, открылся у меня он на другом мониторе, вот, все, есть, готово. Давайте теперь сразу создадим, Normal у нас есть, создадим АО, да, ну, этот, Abient Occlusion или карту свечения. Что можно с этой делать картой? Можно так и оставить ее, можно переименовать ее в АО, потому что мы все равно сохранили уже копию, нам это уже не нужна, скажем так, картинка. Давайте АО и Enter. То есть сейчас, если вы здесь поменяете, нет, не Tangent, поменяете вместо Normal, поменяете Abient Occlusion, он прям поверх вам создаст, давайте проверим, нажмем и посмотрим, что получается. Вот она, видите, ваша карта сейчас, вот она такая, не такая уж, не очень симпатичная, но здесь шумочек небольшой есть, вот, так. Можно Normalize попробовать нажать, вот, еще раз, да, Bake, посмотрите, как будет, по-моему, там ярче получается, ну, и контрастнее. Да, вот видите, ну, вы сами выберете, какого больше нравится. В принципе, света здесь больше, да, всегда можно в двухмерном редакторе изменить, там, с помощью кривых или еще как-то, то есть уменьшить свечение, да, уменьшить яркость. То есть силу света можно уменьшить. Вот, ну, или Normalize. Смотрите сами. Давайте Bake. Извините. Вот, такое серенькое сделать. Ну, наверное, все-таки мы сделаем с Normalizing. Еще раз нажму. Да, вот так. И то же самое. Image. Save as copy. Вот, Wolf.au. Сохраняем. Готово. Ну, можно этот файл не сохранять. Давайте же теперь убедимся, как воздействует, насколько качественно мы сделали наши карты. Давайте, что мы сейчас выделим здесь? Выделили первое. Да, вот Ground, да. High. Ground High. Нажмем H. Вот я выбрал здесь, да, в списке. Средина выделилась. Нажму H и просто скрою. Просто скрою. Теперь повернем нашего волка. Для этого, чтобы увидеть, насколько, как работает в блендере. То есть, понятно, что шейдеры здесь свои. Это не такие шейдеры, как в игре. Там немножко другие. Там и карты будут у вас. Мы будем еще создавать карту Mask 1 и Mask 2. Это для дотеров. Что касается дотеров. Я не знаю, как в Team Fortress. Там, скорее всего, тоже такие же какие-то карты похожи. Ну, в общем, когда будем делать карты для доты, я уже вам покажу. Вот. А здесь сейчас мы делаем... Мы должны приготовить сцену, чтобы посмотреть действия карт именно в блендере. Вот. Ну, это я вот источник света немножко поднял. Вот мой Wolf. Нажал я здесь на этот материал. Создадим... Ну, видите, здесь ни одного материала нет. Давайте создадим новый материал. Создадим материал. Ну, можно так и назвать его материал. Вот он. Видите, немножко изменился оттенок. Изменился. Здесь самые простые настройки выберем. Ну, вот тут, в общем-то, больше ничего не нужно делать. Переходим сразу в текстуры. То есть потерял. Вот текстуры. Здесь тоже нет ни одной текстуры. Нажимаем New. Пусть так и остается. Текстура. Здесь вы выберете только вот UV Map. Это означает, чтобы ваша раскладка просто работала. То есть раскладка, которая здесь у вас есть, да, развертка. Развертка. Чтобы она работала и карта правильно ложилась. Все. Нажимаем открыть. Выбираем первую, ну, normal. Например, да? Open. Смотрите. Это у нас normal. Это у нас рельеф. Поэтому здесь вот, когда вы крутанете в свиточек influence, здесь у вас галочку scholar надо снять. Снять и поставить на normal. Ну, а сколько здесь делать? Пускай будет пока один. Там посмотрим. Вот. То есть нам не нужен, чтобы эта карта была зеленой. Чтобы волк стал зеленым. Правильно? Пусть он будет сереньким, но уже с таким рельефом. АО. Давайте нажмем вторую. Еще раз. Текстура 1. Давайте, ладно. Пускай будет normal. Чтоб не путаться. Normal. Вот. А это будет АО, да? АО. Объединение окружения. Ну, или карта свечения. Тоже выбираем здесь развертку в мап. В координатах. Вот mapping свиток. Здесь нажимаем open. И выбираем АО. Нажимаем open image. Все. Вот наше АО. Ну, а здесь пусть будет color. Только выберем не mix, а multiply, например. Давайте пока я отключу действие, чтобы мы не видели. А normal только будет включен. Теперь как же увидеть это в сцене здесь. Выбираем текстура. Ой, не, пардон. Вот тут. Выбираем текстура. Просмотр. Ну, здесь, видите, очень темно. Ничего не видно. Что мы сделаем? Мы возьмем этот источник света и увеличим его мощность. Вот так. И еще. И еще. Все, больше не хочет, да? А если выберем Hemi ему? То же самое. А, во, sun. Возьмем sun. Солнце светит ярче. Ну, где-то как-то так. Теперь вот так. И повернем, чтобы солнце светило на него. Вот. Сейчас карту нашу не видно. Чтобы ее стало видно, нажмем N. Это все, это не касается никак Dota. Это все для просмотра. Для просмотра просто в программе, кому интересно, увидеть сразу. Шейдинг и нажимаем вот так, видите. А здесь мультитекстура. Можно GLS. Нет, а можно оставить мультитекстура. Видите, слишком ярко. Что мы сделаем? Ну, можно материал взять. Вот он серенький, да? Взять, вернее, он может темнее его сделать. Вот. Слишком много света. Все-таки. Стоп, что-то не то. Почему он так ярко? Если solid. Нет, solid плохо. Материал тоже. Давайте текстура. Может, ambient occlusion? А, все понятно, ambient occlusion видна. Давайте выберем вот так. Вот он, наш волк. И это просто удалим. Все. Ну, в общем, вот это вот и есть normal. Это и есть normal. Здесь вот он работает. Если ау включить. Точно normal. Давайте проверим. Нет, что-то не то. Что-то не то. Какой-то шейдер. GLS. Ну, пусть будет мультитекстуры. Еще я предлагаю добавить вот тут. Есть такая функция. Да, в этой версии, скорее всего, ее нет. Ну, ладно. Ничего страшного. Хотел покрасивее, конечно, посмотреть. Но что-то оно не хочет. Красивее добавить. Вообще не меняется. Где-то я, наверное, галочку не там ставлю. Вот он материал. Да, ну что ли? Lambert. Ну, в общем-то, нет смысла менять. Давайте, блин. Ничего не поменялось. Солнце, а если X. Ага, это вообще от цвета не зависит. Значит, что-то я такое нажал нечаянно. Да, не хочется отнимать у вас время. Ну, ладно. В общем, так, разобрался я, в чем дело. Смотрите, вы берете просто вот, чтобы пропало, вот это вот, это наша карта свечения, да, АО Occlusion, АО Occlusion. Она просто вот сюда, скажем так, ну, как сказать, сварилась, что ли, или запеклась и осталась вот тут вот в этом виде текстуры. Чтобы от него избавиться, переходите в режим редактирования вершин, да, вот просто вот сюда переходите, нажимаете, удаляете. Вот, видите, все, оно стало такое беленькое, не очень симпатичное. Теперь здесь можно перейти, ну, текстуру оставить, можно даже, ой, вид, вид не тот сделал. Так что ж, не везет так, а. Вот, Solid. А вот здесь, я удалил, видите, уже нет, вот, вот, Normal этого нету. Там я нажал, и здесь он тоже пропал. Ничего страшного. Здесь просто идете в Open, нажимаете и выбираете снова Normal. Вот, он появился. Теперь здесь текстур, а, нет, не текстура. Назад возвращаемся в Solid. Значит, нажимаем N, и вот тут ставочку ставим. И GLS. Ну, и. Когда же ты поясняешь? Вот, да. То есть, смотрите, условие какое. GLS текстур и Shading, вот, GLCL, да, GLCL. Это не обязательно. Здесь просмотр текстура. Все. И все. Ну, и чтобы свет был. Потому что, если вы свет уберете, смотрите, ну, а, сейчас не видно. Давайте развернем, что ли. Вот, видите. То есть, Shader работает на, ну, как, на реальные условия, скажем так, да. Вот ваша карта нормальная. Вот ваш волк. Вот это вот. Вот, это сейчас мы видим рельеф не по скульптингу, да, не по модель, по модельнообразующим, скажем так, полигонам. А, это низкополигональная модель, которая, на которой применена карта нормалей. Вот, если еще добавить AO, получится еще интереснее. Вот, смотрите, давайте сейчас нормал, я здесь в нормал галочка возле колора не стоит. Если, видите, если бы стояло, то получилось бы еще и такой зеленый, он интересный. Здесь только в нормале вот так стоит. Mix, попробовать Add. Ну, оно, в принципе, здесь ничего не меняет. Теперь идем в AO. А, да, кстати, давайте этот цвет материала сделаем чуть посимпатичнее. Какой-то такой, посветлее. Светло-серенький. Возвращаемся в текстуру и включаем AO Ambient Occlusion. Видите, вот выключили Ambient Occlusion и стало чуть выразительней. Вот, такая выразительность. И он же у нас, если не ошибаюсь, мультиплайным, да, умножением, да, вставлен. Можно, а если Mix. Mix вот так получится. Давайте поиграем все, выключим, включим, посмотрим, что происходит. Вот, ну, это так, это просто провести эксперимент. В любом случае, этот шейдинг будет отличаться. Даже в двухмерном редакторе, да, вот, чтобы доказать, что это низкопоригональная модель, смотрите, переходим, видите, какие-то страшные треугольники. Видим. А так видим уже более-менее выразительную модель. Вот, все, поздравляю вас, вы прошли урок. Теперь вы знаете, как запекать карту нормалий и как запекать карту свечения. Ambient Occlusion. Так, дословно, да. Все, желаю вам успеха, удачи, друзья, пока. Пока.